Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашей новой неделе вебинаров. И сегодня у нас открывается новый небольшой трек вебинаров от компании Stepik. Но прежде чем представить сегодняшнего спикера, я скажу, как всегда, несколько слов общих. В самом начале чата находятся две полезные ссылки для вас. Первая из них – это ссылка на наше расписание вебинаров и вообще на наш вебинарный сайт. На нем вы можете зарегистрироваться на все вебинары предстоящего, точнее идущего уже учебного года вплоть до июня месяца 2018 года. И, кстати, советую вам сразу подписаться на, зарегистрироваться на все вебинары от компании Stepik, которые будут проходить с некоторой периодичностью. До конца этого года должны закончиться. Вторая ссылка – это ссылка на все записи наших вебинаров. На нашем учебном портале на YouTube уже почти 200 вебинаров записаны. И вот этот вот вебинар тоже, разумеется, записывается. В конце этой недели он появится там в записанном виде. Обычно записи вебинаров за прошедшую неделю я выкладываю где-то в четверг. Не сразу на следующий день они появляются, а через некоторый небольшой промежуток времени. Так что обязательно появится, кто не смог прийти. Звук с перегрузкой. Вот это странно. У всех звук с перегрузкой, скажите, пожалуйста. Да. Хрипы у всех есть, потому что по своим записям я этого не замечаю. Там вроде бы все нормально. Нет, да? Ну ладно. Тем более, что я сегодня не спикер. Давайте оставим все как есть. Я думаю, что хрипы могут быть также и из-за канала что-то происходить. Как всегда это в вебинаре бывает. Вот. И, как всегда, я хочу представить два следующих вебинара. Давайте я их помещу сюда. Два наших следующих вебинара. Один из них состоится в среду, 22 числа. Это один из трех вебинаров издательства, которое называется «Лаборатория знаний». Все три вебинара будут посвящены вопросам робототехники и отражения этого интересного направления в работе издательства. Я надеюсь, что будет тоже очень интересный вебинар. И, ну, вообще, вебинары наших издателей, с которыми сотрудничает компания Директ Медиа, это представляет особый интерес, особое направление в нашей вебинарной деятельности. Я надеюсь, что понравится вам этот вебинар. И 23-го в четверг Константин Костюк проведет вебинар под названием «Другая реальность. Электронная книга в академических и публичных библиотеках США». Это вот точно очень интересный доклад будет. Я его уже на нашем семинаре слышал один раз. Очень интересный, информативный. Думаю, вам стоит на него пойти. Ну что ж, коллеги, мне осталось только напомнить, что все участники наших вебинаров получают бесплатные именные и электронные сертификаты путем посылки на почту, ссылки для скачивания. Хотел бы вас попросить не оставлять, в долгий ящик не откладывать, сразу скачивать свои сертификаты, потому что иногда, ну, всякое может произойти, вот, и приходится потом восстанавливать в частном порядке эти сертификаты. Вот, ну и еще одно приятное, приятное новшество у нас. У нас, начиная с прошлого вебинара, а точнее с позапрошлого, количество участников ограничено уже не ста присутствующими на вебинаре, а двумя стами. Вот, надеюсь, на первое время нам хватит, чтобы не переполниться. Вот, так что теперь немножко проще будет заходить к нам на вебинар. Ну что ж, это все. Я предоставляю слово нашей сегодняшней ведущей Наталье Феофановой, директору по работе с курсами Степик, и сам буду внимательно слушать. Мне этот вебинар очень интересен. Будет, как всегда, оставаться в чате. Если что, буду отвечать на вопросы, не связанные с вебинаром, а связанные с организацией. Наталья, я жду вас на связи. Павел Юрьевич, спасибо большое за представление. Напишите, пожалуйста, друзья, коллеги, рада вас приветствовать на вебинаре. Напишите, пожалуйста, в чат, видно ли меня, слышно ли меня и видно ли презентацию. Отлично. Я рада вас всех видеть здесь на вебинаре и рада, что вы в начале рабочей недели, в понедельник, нашли время и возможность присоединиться. Сегодня мы с вами будем говорить об онлайн-курсах и в первую очередь о том, зачем люди создают онлайн-курсы и как они их используют. Я надеюсь, что мы действительно будем говорить, и у нас получится продуктивный диалог. Сейчас я вначале скажу несколько организационных моментов о том, в каком порядке будет проходить вебинар. О том, как работать в чате и о презентации. И пока я буду такие орг-вступления делать, я хочу с вами побольше познакомиться. И прошу вас написать сейчас в чат о том, из какого вы города сегодня смотрите эту презентацию или в каком городе вы работаете и чем вы занимаетесь. И сама тоже о себе расскажу. Я сейчас из Москвы. Я работаю в платформе Stepik. И я занимаюсь работой с онлайн-курсами. Я работаю с преподавателями и с организациями, с теми, кто приходит к нам для того, чтобы создать онлайн-курсы. И также я курирую те онлайн-курсы, которые на платформе созданы. Спасибо большое, что пишете в чат. Пишите еще не только города, а чем вы занимаетесь, кем вы являетесь. То есть педагогами, учителями, преподавателями. Пока вот я видела много учителей, преподавателей, педагогов. Я вижу, какая у нас сегодня широкая география. Отлично. Всем спасибо. Я по-прежнему слежу за чатом и вижу, кто что пишет, а пока продолжу рассказывать. Вебинар у нас будет проходить в таком формате. Сначала я сделаю небольшое вступление о том, что такое Stepik. Затем перейду к вариантам использования онлайн-курсов и буду основываться на опыте нашей платформы и на опыте наших преподавателей. Затем расскажу немного о возможностях платформы Stepik и о том, что у нас можно делать, если вы преподаватель, учитель, педагог. И завершу я тем, что отвечу на ваши вопросы и оставлю свои контакты. На протяжении всего вебинара будет работать чат. Павел Юрьевич уже сказал, что можно писать в чат, если у вас возникли какие-то сложности технически, он вам в этом поможет. И я буду несколько вопросов задавать. Как я уже говорила, для того, чтобы у вас получился диалог, буду давать какие-то общие вопросы и надеюсь на ваш позитивный отклик на них. И еще сегодня в чате вместе со мной присутствует сотрудник Stepik, это Анна Мосягина. Я уже видела, что она представлялась в чате. Анна, если ты здесь, то напиши еще раз о себе. Она специально сегодня присутствует здесь для того, чтобы можно было вам отвечать на все вопросы касательно платформы Stepik и касательно вебинара сразу. То есть, если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать мне, и чтобы я на них ответила в конце вебинара, то лучше их написать в конце вебинара. А если у вас есть какие-то вопросы сразу же по ходу действия, вам нужно какую-то ссылку получить, что-то подробнее узнать, либо есть какой-то комментарий, то вы в чат пишите, Анна будет следить за чатом и отвечать. И еще здесь в общих файлах есть моя презентация, ее можно будет скачать и посмотреть. Вот, на этом орг момент завершен. Спасибо всем, кто написал в чат. А теперь я примерно представляю, какая у нас аудитория, и я предлагаю начать. И сразу же я начну с вопроса, пока вы еще продолжаете писать в чат, и пока вы еще настроены в него писать. Вопрос у меня о том, а знаете ли вообще, что такое Stepik, и проходили ли вы у нас какие-то курсы. Для того, чтобы я поняла, насколько аудитория с Stepik знакома, и насколько можно о ней рассказывать. По-моему, у нас пока лидирует ответ «нет». Вот я вижу ответы «да», но что ничего не проходили. Надеюсь, что после вебинара вам захочется зайти на платформу и, может быть, найти какие-то курсы для себя. Так, вот я вижу, что кто-то уже проходил курс для преподавателей. Отлично, я о нем тоже чуть позже прохожу. Так, ну в целом я поняла, что нужно небольшое вступление о том, что вообще такое платформа Stepik, для того, чтобы нам всем было дальше комфортнее разговаривать. Stepik – это российская образовательная платформа и одновременно конструктор онлайн-курсов. И она позволяет всем желающим удобно учить и учиться онлайн. Мы не образовательная организация, и мы не разрабатываем и не создаем сами курсы под заказ каких-то сторонних организаций или преподавателей. Наш основной продукт – это платформа. Сайт в интернете – stepik.org. И наша основная задача – делать так, чтобы всем людям, кто хочет учиться онлайн, и всем, кто хочет учить и преподавать онлайн, было удобно, просто и понятно встречаться друг с другом и запускать процесс обучения. Еще я на этом слайде привела несколько терминов про онлайн-курсы, массово открытые онлайн-курсы, для того, чтобы мы с вами сразу договорились, что мы сегодня на вебинаре поднимаем под онлайн-курсы. Онлайн-курс состоит из теории и практики. То есть в виде теории может выступать конспекты, видеолекции, статьи. И в онлайн-курсе обязательно практика. Тесты, проверочные задания, эссе, какие-то сложные задания на программирование, например. И на наш взгляд онлайн-курс не может существовать без практики. И вот именно о таком онлайн-курсе я сегодня буду говорить. То есть онлайн-курс – это не вебинары, не видеолекции. Это вот именно такой набор учебных материалов и теоретических, и практических, для доступа к которым достаточно доступа в интернет, и можно их проходить и учиться онлайн. И здесь, я думаю, что с терминами массовые открытые онлайн-курсы, либо небольшие приватные онлайн-курсы, вы тоже знакомы. Еще раз здесь представлен наш сайт в интернете – stepic.org. И немного рассказано о том, для кого мы существуем. То есть у нас есть учащиеся, они приходят к нам для того, чтобы учиться. И учиться на Stepic можно по самым разным темам. Я думаю, что если вы зайдете на сайт, то вы тоже можете найти себе курсы по интересам, курсы, которые будут вам интересны. Традиционно у нас люди учатся программированию, информатике, математике, анализу данных, каким-то естественным наукам, общественным наукам и гуманитарным наукам. Это раскрывает ту сторону, что Stepic – это платформа онлайн-курсов. Нас часто называют просто MOOC-платформой, но это не так, потому что помимо того, что у нас размещены онлайн-курсы, на которых можно учиться, у нас еще размещен конструктор онлайн-курсов для удобства преподавателей. И на Stepic каждый пользователь может создать собственный онлайн-курс из видео, лекций, текстов и заданий, используя специальный конструктор на сайте. Вот так выглядит Stepic со стороны. То есть все учащиеся, вообще для большинства людей в России и в мире, Stepic – это всего лишь сайты в интернете, где можно учиться бесплатно на интересных онлайн-курсах. Поэтому, когда они заходят на сайт, они видят онлайн-курсы и имеют возможность на них учиться. Сейчас у нас на сайте размещено около 200 онлайн-курсов массовых, где число учащихся уже больше тысячи человек, и около 700 курсов, созданных нашими пользователями и преподавателями для своих собственных целей. Самый популярный курс на платформе – это курс программирования на языке программирования Python. Если вы вдруг интересуетесь программированием или хотите узнать его основы, то рекомендую этот курс. На нем уже больше 70 тысяч людей записано. Традиционно у нас средний процент прохождения курса, именно массового открытого курса до конца, около 13%, но, конечно, это такой средний показатель, и разброс где-то от 5 до 50%. Я говорила вначале, что для нас онлайн-курс, в первую очередь, это возможность не только получить знания, но еще проверить и применить их на практике. Именно поэтому для себя, для команды Stepik, мы принимаем основной показатель, по которому мы оцениваем свою деятельность, как число решений, которые нам отдают пользователи. И вот сейчас осенью люди стали учиться гораздо активнее, и где-то 500 тысяч решений в неделю они нам сдают на Stepik, а мы их автоматически проверяем. Сами пользователи у нас абсолютно из разных стран и разных городов, и сейчас их примерно более полумиллиона. При работе с учащимися мы придерживаемся следующих правил, которые приведены на этом слайде. Во-первых, доступность. Онлайн-курс у нас на платформе бесплатный, и мы не ставим никаких ограничений в их прохождении. Также мы переводим интерфейс сайта на разные языки для того, чтобы людям было удобно их проходить. Например, сейчас у нас один из российских вузов готовит курс на китайском языке, и для них есть интерфейс сайта на китайском. Открытость. В отличие от большинства образовательных платформ и в России, и за рубежом, где курсы запускаются какими-то когортами или открытый всего лишь ограниченный период времени, мы за открытость. Мы за то, чтобы курсы как можно дольше были доступны и как можно большему числу людей. Поэтому всех преподавателей, кто с нами работает, мы ориентируем на то, чтобы курсы периодически перезапускались или вообще были всегда открыты, и в них не было никаких ограничений по прохождению. Ну и удобства для доступа к курсам на степик, достаточно только доступа в интернет. Еще у нас есть мобильные приложения, и в мобильных приложениях даже не всегда интернет обязателен. Например, если вы поступили на курс, здесь есть видео лекции, то вы можете эти видео себе скачать на телефон и затем их смотреть в удобное время, в удобном месте, даже без доступа в интернет. Вот. Это то, что касается в целом платформы степик и в целом обучение у нас. Вот я вижу, здесь был вопрос о сертификатах. Да, в массовых открытых онлайн-курсах мы выдаем сертификаты. Вот сертификаты выдаются от имени преподавателей или тех организаций и вузов, которые их создают. И получение сертификатов в массовых курсах, оно также бесплатно. Если это не какая-то программа, например, переподготовки или повышения квалификации, где выдается документ государственного образца, о них я чуть подробнее расскажу. И вот всех я приглашаю в свободное время, если вам захочется чему-то новому научиться, заходить на степик, смотреть, какие курсы у нас есть и их проходить. Мы вам будем очень рады и в качестве учащихся. Вот. Ну и теперь у меня вопрос для того, чтобы перейти к следующей части моего вебинара. А создавали ли вы когда-то онлайн-курсы? Если да, то напишите еще, какая у вас была основная цель создания курса. Так, конечно, у нас лидирует большинство ответов «Нет». Я очень надеюсь, что в течение серии вебинаров про степик мы исправим эту ситуацию, и вам захочется создавать онлайн-курсы. Еще я часто вижу ответы о том, что пока нет, но очень хочется попробовать. И всегда хочу сказать преподавателям, что создание онлайн-курсов – это сложный процесс. Но при этом, если у вас есть желание сделать курс, у вас есть цель создания курса, и вот как мы говорим в степик, у вас горят глаза на то, чтобы что-то сделать и создать, то у вас это обязательно получится. Поэтому если есть желание попробовать, обязательно пробуйте, обязательно делайте онлайн-курсы. Я думаю, что все у вас получится. Ну тогда, раз все же основной ответ здесь в чате нет на то, что они делали онлайн-курсы, тогда вопрос с целями. Тогда я вас попрошу подумать о том, для чего люди создают онлайн-курсы, какие у них вообще в целом бывают цели. Сейчас на протяжении вот второй части своего вебинара я буду говорить о том, зачем люди делали онлайн-курсы в целом и зачем они их делают на степике. Если вы заметите, что какой-то цели, про которую вы знаете, здесь нет, например, вы знаете, что бывает так, что люди делают онлайн-курсы ради вот такой цели, ради каких-то групп пользователей, а я о них не сказала, то обязательно пишите об этом в чат, обязательно акцентируйте на этом внимание, говорите, а еще вы не сказали о такой-то цели. Это будет полезно и всем коллегам, кто сейчас здесь присутствует, ну и нам будет полезно, мы узнаем о том, что, оказывается, не все цели преподавателей мы знаем. Вот здесь есть интересный вопрос в чате о том, сколько в среднем делает преподаватель курсы на степик. Если вопрос идет относительно времени, то время очень сильно зависит от самого преподавателя. Вот из массовых открытых онлайн-курсов, с которыми я на степик работаю, был курс, в котором преподаватель буквально за неделю записал все видео и параллельно с видео сделал практически задание, выложил их на степик. Курс получился очень хорошим, сейчас на нем более 10 тысяч людей уже записано. Это разработчик компании Mail.ru, он просто пришел и за неделю записал весь курс. К сожалению, таких преподавателей не очень много, все делают курсы по-разному, и в среднем этот процесс где-то в районе месяца занимает. Если мы замечаем, что преподаватель делает курс уже в течение полугода, либо большим, то значит, что у него недостаточно мотивации в этом, либо не ясна цель, ради которой он этот курс делает. Ну и обычно у нас есть всего лишь несколько примеров, когда люди больше года делали курс и в итоге его доделали. Но, к сожалению, таких примеров не очень много. На следующем слайде я собрала основные примеры, ради чего люди делают курсы. Все эти примеры я разбила на три категории, потому что на Степик курсы создают индивидуальные авторы, учебные заведения, это могут быть и вузы, и школы, и колледжи, и разные коммерческие учебные заведения, и компании. И примерно об этом я буду дальше говорить, рассказывая немного о каждых из этих целей, и постепенно буду идти в порядке от отдельных авторов до учебных заведений и компаний. Вот как раз про этот слайд я и говорила, что я буду рассказывать о целях и вариантах использования платформы Степик. И если вы знаете еще какие-то цели, то обязательно их напишите, скажу еще раз об этом. Я вот на следующем вебинаре обязательно в этот слайд добавлю и ваше мнение, ваши цели. Сейчас на Степик примерно 2000 человек уже пробовали делать курсы в качестве администраторов курсов, либо в качестве авторов и преподавателей. Давайте я начну говорить дальше о том, с чего вообще люди начинают делать онлайн-курсы и какие цели у них самые распространенные. Чаще всего переход в онлайн и создание онлайн-уроков, онлайн-курсов начинается, когда преподаватели, учителя принимают необходимость автоматизировать свою деятельность. Так как здесь у нас в основном представители педагогического сообщества, я думаю, вы в своей практике тоже можете привести много примеров, когда необходимо обрабатывать большое количество заданий, когда нужно обрабатывать домашние задания, проверять и давать какую-то обратную связь. Конечно, здесь речь не идет о каких-то сложных заданиях, где нужна именно ваша рука и ваш ответ. Но очень часто в процессе обучения есть какие-то задания, которые легко автоматизировать. Какие-то тесты, какие-то задачи, числовые задачи, математические задачи, формулы, тексты или что-то еще другое. Автоматизировать проверку таких заданий, а еще и при этом предоставлять студентам и ученикам мгновенную обратную связь по каким-то контролям, как раз позволяют онлайн-курсы. То есть онлайн-курс можно использовать в самом первом приближении в качестве обычного задачника, который автоматически проверяет все задания, выдает по ним мгновенную обратную связь, а еще и выдает вам хорошую статистику о том, кто, когда и какие задания выполнял. Онлайн-курсы часто использует преподаватель в качестве дополнения к своей деятельности. Например, если у вас разные категории учащихся, разных по уровню подготовки. Предположим, кто-то не успевает усвоить материал, ему нужно дополнительно почитать материал или посмотреть какие-то видеолекции. Кто-то, наоборот, успевает слишком быстро, им нужно уже дополнительно материал предоставлять. Так вот, выполнять все это можно с помощью онлайн-курса. И еще очень хорошее намерение, ради чего можно сделать онлайн-курс. Онлайн-курс может выступать в качестве такого единого места, где собран ваш накопленный опыт. То есть это такой полноценный курс, где собраны ваши наработки, текстовые, видеонаработки, собраны примеры интересных заданий. Вот онлайн-курс в качестве такой автоматической единицы и место, где вы в основной свой материал собираете. Вот, это то, с чего обычно преподаватели начинают. И сейчас на степик люди приходят для того, чтобы вот эти функции выполнять. Если идти дальше и чуть больше переходить в онлайн, то здесь речь уже заходит о технологиях смешанного обучения. Я здесь расскажу достаточно просто о технологии перевернутого класса. Я думаю, что учителя, преподаватели здесь меня в этом поддержат. И может быть, кто-то, если применял такую технологию, и может в этот момент написать в чат и рассказать о своем опыте. Перевернутый класс означает такую модель обучения, при которой теоретический материал учащиеся осваивают самостоятельно, а при этом очно с преподавателем и с учителем они решают, разбирают какие-то сложные задания, либо групповые задания, групповую динамику выполняют. Также в этой модели домашние задания тоже можно проверять онлайн и выдавать их онлайн. Немного плюсов от использования этой технологии. Это в том, что время преподавателей не тратится на постоянное повторение материала. И опять же, каждый ученик может осваивать материал в своем собственном темпе. Я думаю, вы своего опыта тоже вспомните учеников, для которых достаточно было один раз вас послушать, а кому нужно несколько раз. И онлайн-курс в такой системе как раз позволяет эту функцию выполнить. И при использовании такой технологии получаются у нас онлайн-курсы вместе с очным обучением. И тем самым можно одновременно использовать все преимущества, которые дает онлайн-обучение, и все преимущества, которые дает уфлайн-обучение, при котором вы с учениками общаетесь лично. Сейчас перевернутый класс активно использует преподавателей изурбежных и уже и российских вузов тоже. И я с вами хочу поделиться, сейчас Анна об этом напишет, или я в конце вебинара об этом напишу в чат, об одном интересном опыте одного учебного заведения в Санкт-Петербурге. Это Институт биоинформатики. Они готовят биоинформатиков, и у них учатся люди и биологи, и информатики. Вот, они активно используют технологии перевернутого класса, и вначале они создавали онлайн-курсы всего лишь для того, чтобы помогать своим студентам как раз для этой модели, а постепенно их курсы стали полноценными массовыми открытыми онлайн-курсами, на которых сейчас тысячи учащихся учатся. Вот, и представитель Института, Екатерина Вяхи, директор Института, она на нашей внутренней конференции Степик, которую мы проводим для наших преподавателей и партнеров, рассказывала о своем опыте. Вот, поэтому если кто-то заинтересован в том, чтобы такую технологию себя в учебном заведении тоже применить или в своей собственной деятельности, вот рекомендую в качестве опыта посмотреть их рассказ о том, что они делали и какие выгоды они от этого получили. Вот, чаще всего, когда мы говорим про онлайн-курсы, мы почему-то говорим о том, что их нужно создавать, и о том, что преподаватели должны создавать онлайн-курсы, использовать их для себя в своем образовательном процессе. Но ведь часто уже онлайн-курсы созданы. Созданы разными представителями разных организаций, и иногда бывает гораздо лучше использовать то, что уже есть, какой-то материал уже наработанный, чем создавать материал с нуля. Поэтому вполне возможно преподавателям использовать те онлайн-курсы, которые уже были созданы другими преподавателями. Для чего это можно делать? Можно в качестве дополнительной литературы учащимся. Например, можно уже созданные онлайн-курсы рекомендовать другим учащимся. Можно для СЛО-развития, для того, чтобы смотреть, какие идеи, какие проекты, какие задания другие преподаватели используют. Ну и еще в российских вузах сейчас стало достаточно распространено, и это замечательно, практика, учитывать оценки студентов, которые они получают в других массовых открытых онлайн-курсах, одобренных университетом. Мы в Степик тоже не могли пройти мимо такой инициативы, и мы тоже хотим, чтобы онлайн-курсы, которые у нас созданы, активно использовались и теми преподавателями, кто их создал, и теми преподавателями, для которых эта тема тоже интересна. И в этом году мы тестируем такую новую функцию, она называется «Классы». Эта функция означает, что вы можете зайти в любой массово открытый онлайн-курс на Степик и добавить в него учиться своих студентов. Конечно, мы заботимся об авторских правах наших преподавателей, и мы не дадим возможность чужим преподавателям видеть внутреннюю структуру курса, что-то в нем менять, добавлять какие-то новые задания. Все, что мы даем возможность преподавателям, это возможность видеть оценки и решения своих студентов чужих онлайн-курсов. Вот, поэтому вы можете зайти на Степик, посмотреть, если вдруг вы преподаете похожие дисциплины, и вам необходимы эти курсы для того, чтобы ваши ученики, ваши студенты могли повышать свою квалификацию в других онлайн-курсах. Либо вы хотите посмотреть, а как вообще ваши студенты будут реагировать на другие онлайн-курсы, будут ли они проходить и имеют ли смысл свои онлайн-курсы делать. Заходите по этой ссылке в WelcomeStepic.org.class и посмотрите, что мы предлагаем, и попробуйте в наших онлайн-курсах свои классы создать и своих студентов отправить учиться. Вот, идем дальше. Обычно онлайн-курсы означают, что люди на них учатся. То есть онлайн-курсы используются исключительно для процесса обучения. Но на самом деле онлайн-курсы гораздо шире можно использовать. И вот одним из таких интересных приемов, для чего многие люди и организации используют онлайн-курсы, является отбор на очные мероприятия и проведение разных конкурсов через онлайн-курсы. Для чего здесь нужны онлайн-курсы? Ну, во-первых, с помощью онлайн-курсов можно людей подготовить к тем олимпиадам и конкурсам, которые тоже будут идти онлайн. Ну и, во-вторых, можно использовать все возможности, которые онлайн-обучение предоставляет. Это, опять же, мгновенная оценка. Это получение всей информации о пользователях. Ну и в онлайн-курсах сейчас уже достаточно широко распространены возможности проверять, а те, или ученики сдают задания. Несколько примеров. У нас на Степик уже третий год проходит Олимпиада национально-технологической инициативы. Может быть, вы или ваши ученики с ней сталкивались, Олимпиада НТИ, если коротко она называется. Вот, и представители этой Олимпиады размещают у нас курсы для подготовки к Олимпиаде, а также все отборочные этапы. У них достаточно широкая сейчас аудитория. По всей России много очень учеников, которые в этой Олимпиаде участвуют, потому что с этого года есть возможность получать дополнительные баллы к ЕГЭ. Вот, и два отборочных этапа, индивидуальные команды, они проходят на Степике. То есть люди у нас регистрируются, проходят сначала онлайн-курсы по подготовке, а затем сами задания тоже на Степик сдают. Тем самым организаторы Олимпиады могут очень быстро провести отбор, честно и объективно, и пригласить самых лучших учащихся к себе на очный этап. Еще несколько примеров. Вот такого использования онлайн-курсов есть в школе GoToCamp. Это проект, который организует очные мероприятия по программированию для школьников. У них тоже большое количество заявок. Они используют курсы на Степике в качестве такого тоже отборочного этапа. Они дают сложные задания, которые потом необходимо будет решать на школе, и смотрят, как ученики их проходят для того, чтобы выбирать самых лучших. Еще у нас второй год будет проходить Международная Олимпиада по биоинформатике. Она вообще полностью проходит онлайн. Люди приходят, решают онлайн-курсы, проходят онлайн-курсы, решают задачи. Задачи сложные. И затем выбираются победители. И еще есть такая замечательная акция «Тотальный диктант». Возможно, вы ее писали в этом, в прошлом, либо в каких-то предыдущих годах. Они два года уже используют Степик для того, чтобы создавать у нас курсы для подготовки к «Тотальному диктанту». А с этого года мы еще и проводим проверку самого диктанта. Если вы вдруг писали диктант в этом году, возможно, вы помните, что для того, чтобы написать диктант онлайн, нужно зайти на сайт «Тотального диктанта» в выбранное время и дату. И затем вы там видите окошко, куда вы пишете сам текст диктанта. И вы нажимаете кнопку «Отправить» и получаете оценку. А на самом деле внутреннюю проверку диктанта проводит платформа Степик. И для нас это было тоже удивительно, что онлайн-курсы можно так широко использовать для самых разных мероприятий и самых разных конкурсов. Я вижу, что у нас в чате немного разговор пошел про платные подписки, программы и оплату. Я чуть позже об этом скажу, но думаю, что вот Анна вам сейчас уже активно помогает в этом. Ну и, наконец, я часто говорю сейчас о массовых открытых онлайн-курсах, уже несколько раз упоминала. Вот, я здесь привела такое традиционное определение, что это такое. То есть это курс, которому тоже разрешен доступ через интернет, и там проходит обучение онлайн. И это массовый курс, то есть он максимально рассчитан на самую широкую аудиторию. Вот, таких массовых открытых онлайн-курсов у нас сейчас больше 200. У нас есть специальный каталог открытых онлайн-курсов, Степик.org каталог. Можно зайти, посмотреть, какие курсы в нем есть. Вот, массовые открытые онлайн-курсы у нас создаются часто. Мы с преподавателями таких курсов очень тесно сотрудничаем и предоставляем им чуть больше возможностей, чем преподавателям, которые вот для всех предыдущих этапов используют Степик. И у нас сейчас мы перешли от экспертной оценки массовых открытых онлайн-курсов к пользовательской оценке. То есть для каждого курса мы показываем в каталоге общее число записавшихся участников на этот курс, также среднюю оценку по курсу, которую поставили пользователи. И для каждого курса у нас есть специальный раздел для отзывов. Отзывы могут написать люди, которые прошли 80% курса. И вот, и мы по этим отзывам среднюю оценку курса учитываем. Также мы смотрим статистику по активности людей в этих курсах. Вот у нас в каталоге есть рубрика, которая называется «Популярный на этой неделе». Там каждую неделю обновляются массовые курсы. И мы эти курсы расставляем в этом каталоге по степени активности в них пользователей. То есть насколько много пользователей проходят эти курсы в день и в неделю, насколько часто они решают задания и сколько решений они сдают в этих курсах. Вот. Каждый преподаватель, кто создает свой курс на платформе Stepik, он, в принципе, может рассчитывать на то, что тоже попадет в этот каталог, и что его курс станет массовым и открытым. Это вот такая интересная тенденция. У нас довольно много есть преподавателей, которые изначально начинали создавать онлайн-курсы всего лишь для того, чтобы помочь своим студентам. У нас есть курс по компьютерной графике, например, от преподавателя Высшей школы экономики. Сначала он создал курс для того, чтобы его студенты могли, не отвлекаясь от очных занятий, повторять материал и подтягивать свой уровень, если им каких-то знаний не хватает. Потом его предмет убрали из учебной программы, и его онлайн-курс совсем остался в качестве такого единственного места, где можно было эту тему изучить. Но помимо этого курс был просто размещен на Stepik, и он достаточно массовый и популярен среди всех остальных пользователей. Вопрос о том, зачем люди создают массово открытые онлайн-курсы, очень интересный вопрос. Несколько примеров я уже привела, откуда появляются массовые открытые онлайн-курсы. Ну и, конечно, всегда массовый курс дает вам возможность поделиться знаниями с тысячами людей. Иногда к нам приходят преподаватели, у которых нет какой-то другой цели создания курса, вот им просто хочется поделиться и научить людей каким-то отдельным темам. И всегда такие курсы становятся очень успешными и очень интересными для пользователей. Частные репетиторы используют Stepik, я чуть попозже в одном из примеров их упомяну. Идем дальше и немного переходим от того, для чего люди отдельно делают курсы, к зачем вузам и компаниям делать онлайн-курсы. Один из таких направлений – это профориентация. Я думаю, профориентационные тесты, разные видео вы видели и своим студентам, может быть, тоже рекомендовали. Вот мы всегда советуем профориентационные материалы тоже делать в формате онлайн-курса. Почему? Потому что онлайн-курс, он одновременно включает в себя сразу несколько видов материала, которые можно в него загрузить. И профориентационный курс, например, может помочь в выборе профессии в таком формате, если в нем будут видео, интервью со специалистами, рассказ о профессиях, задания из реальной практики, а также в таких курсах можно добавить тестирование навыков и умений. Многие учебные заведения и организации делают онлайн-курсы ради того, чтобы рассказать о себе в сообществе. Это можно делать напрямую и опосредованно. Вот напрямую иногда бывают онлайн-курсы, которые рассказывают в целом об учебном заведении, о том, какие дисциплины можно в нем изучить и какие профессии можно освоить. Ну и вообще все онлайн-курсы, у всех онлайн-курсов, естественно, есть автор, которого мы указываем. Вот у нас, например, на степпике есть два вида профилей. Профиль отдельного человека и профиль организации. Можно сделать профиль учебного заведения, в котором будут перечислены онлайн-курсы все созданные преподавателями этого учебного заведения. И тогда люди, которые будут учиться на этих онлайн-курсах, они, естественно, будут видеть, а кто создатель, кто автор, и будут знакомиться с этим учебным заведением. Такие курсы делают многие высшие учебные заведения для продвижения себя, для привлечения к себе новых абитуриентов, студентов и партнеров. Еще, как раз, наверное, отвечая на те вопросы, которые уже были в чате до этого, о возможностях каких-то платных использования онлайн-курсов, естественно, онлайн-курсы активно используются для того, чтобы рекламировать себя, свою организацию или свой продукт. И сюда как раз я обещала рассказать про репетиторов. Для репетиторов важно работать в какой-то ограниченной аудитории со своей, либо делать онлайн-курсы, в которых рассказывать о том, что такие услуги он может предоставлять. То есть репетиторы у нас иногда делают открытые онлайн-курсы. Например, у нас есть замечательный курс по подготовке к ОГЭ по математике. Он абсолютно открытый и бесплатный, создан репетиторским центром. То есть вот это такая посредованная реклама своего центра, когда открытый курс могут проходить все желающие, если они хотят какую-то дополнительную подготовку, они могут прийти вот в этот центр и уже лично поработать, преподавать. Ну и некоторые репетиторы делают у нас закрытые курсы для того, чтобы работать с той аудиторией, которая им платит. Вот еще здесь скажу о компаниях. Компании очень часто делают онлайн-курсы. И вот сейчас в России есть тенденция, что компании российские, в основном IT, начинают делать онлайн-курсы и на каких-то международных площадках, и на зарубежных платформах для того, чтобы себя активно рекламировать за рубежом. Вот. И в компаниях онлайн-курсы используются для обучения, для того, чтобы обучать, например, своих сотрудников, либо своих клиентов. Вот. Также используются для прямой рекламы себя. Например, если компания выпускает какой-то продукт, то она может через онлайн-курс рассказать о том, как этим продуктом пользоваться. Ну и некоторые компании платное обучение тоже проводят через онлайн-курсы. Тоже немного уже говорила о дополнительном образовании онлайн. По дополнительному образованию я понимаю традиционное в законодательстве об образовании две программы. Это повышение квалификации или профессиональная переподготовка. Вот. Может быть, вы помните, раньше доп. образование, оно делилось по количеству часов. Вот сейчас два таких направления остались. А зачем вообще делать дополнительное образование онлайн? На самом деле, дополнительное образование онлайн, оно приводит к очень сильной экономии затрат для всех сторон. Ведь если есть возможность повысить квалификацию онлайн, то тем самым сокращаются затраты образовательного учреждения. Например, на аудиторию, на оплату труда, на подготовку каких-то раздаточных материалов. Вот. Сильно сокращаются затраты у самих студентов. Им не нужно ездить в те вузы, которые они выбрали себе для повышения квалификации. Им не нужно брать отпуска или уезжать в командировки. У них есть возможность проходить обучение онлайн в выходные, в праздники и, в принципе, в любое, даже ночное время. Вот. Дополнительное образование онлайн, оно реализуется по-разному. Я расскажу про два основных примера, как его можно делать. Вот. Повышение квалификации. Чаще всего повышение квалификации, оно проходит таким образом. Люди осваивают какой-то онлайн-курс, возможно, сдают экзамены. Возможно, сдают экзамены по итогам этого онлайн-курса. И если все, они успешно завершили программу, они получают удостоверение о повышении квалификации. Вот сейчас такая программа у нас с Томским государственным университетом запускается. И еще более сложные программы. Вот здесь как раз три скриншота у меня на слайде приведены. Это программы профессиональной переподготовки. Такие программы, они отличаются от повышения квалификации тем, что по итогам их люди получают реальные дипломы о профессиональной переподготовке от вузов. Вот. Как происходят такие программы? Люди учатся абсолютно онлайн. Возможно, даже на онлайн-курсах, которые и так, в принципе, открыты всем на открытых массовых онлайн-курсах. Но при этом они еще работают с ассистентами, выполняют какие-то дополнительные проекты, сдают экзамены. Вот. И по итогам, итоговой аттестации они могут получить диплом о профессиональной переподготовке. Вот эти две программы, которые наверху этого слайда, по программированию, по анализу данных, они два года подряд у нас были. И они реализовывались академическим университетом в Санкт-Петербурге. Сейчас пока программы не реализуются. Но вот мы работаем сейчас тоже с университетом в Санкт-Петербурге. С ЛАТИМ они делают программу. Я думаю, Анна тоже в чат ссылку на нее пришлет. Можно будет посмотреть, как эта программа реализуется. Вот. Там студенты учатся тоже полностью онлайн, но еще отдельный проект сдают. И по итогам смогут получить диплом. Вот. Если вас что-то заинтересовало из дополнительного образования онлайн, во-первых, у меня будет вебинар тоже в рамках Директ-Академии по доп. образованию онлайн. Ну и, во-вторых, нам всегда можно писать и посоветоваться, как отдельную программу можно реализовать. Вот. Мы будем очень рады это обсудить. Вот я все время говорила о разных примерах, зачем люди сдают онлайн-курсы. Приведу несколько реальных примеров. И вот здесь, на этом слайде, я привела наших российских партнеров. Здесь можно увидеть и учебные заведения, например, МФТИ, Томский политехнический университет, Московский политех, Европейский университет в образовании, который у нас делает целую плеяду гуманитарных курсов, вот, высшей школы экономики. Также здесь можно увидеть компании. Вот, например, корпоративный университет Сбербанка делает онлайн-курсы для обучения своих сотрудников. Компания Робот Вера делает обучение для своих клиентов, для того, чтобы снизить затраты на техническую поддержку. Ну, и также здесь можно найти отдельных авторов. Вот, например, у нас есть курс по игрификации. Возможно, как педагогов он вас заинтересует, его делают отдельные авторы клуба-игрификаторов. Вот. Это если говорить о российских партнерах, если говорить о зарубежных, вот я их здесь тоже на слайде приведу, потому что Stapik – это платформа, которую можно в разных странах использовать. В основном зарубежные партнеры делают у нас либо отдельные задачи, то есть используют Stapik для проверки сложных задач, либо вот как раз используют технологии перевернутого класса, когда очень занимаются отдельно со студентами, а все, что можно делать онлайн, они переносят на Stapik и делают у нас. Вот. По аналогии, как мы работаем с учащимися, также расскажу и про преподавателей на Stapik. У нас тоже два основных принципа в работе с ними – доступность создавать курсы могут все пользователи платформы. Мы не заключаем соглашений специально с авторами, но если вы представляете какое-то учебное заведение, ваше учебное заведение просит от вас соглашение о сотрудничестве, то мы, конечно, пойдем с вами навстречу, такое соглашение сделаем. Вот. Удобство. У нас есть специальные конструкторы для создания курса. Для того, чтобы создавать курс на Stapik, не нужно дополнительно себе что-то устанавливать, какие-то программы использовать. Можно абсолютно с любого компьютера заходить в свой аккаунт и создавать у нас курсы. По-моему, Анна уже очень много рассказала в чате про возможности платного и бесплатного использования. Я еще раз про это скажу. На Stapik есть возможность создавать два основных типа материалов – открытый курс или закрытый курс. Открытый курс означает, что эти курсы, и ваш материал будет доступен всем пользователям платформы. Они смогут по ключевым словам его найти, либо по вашим ссылкам перейти. И вот все открытые курсы как раз участвуют в нашем каталоге. То есть они сортируются по результатам курса, по активности в них пользователей. Видела я вопрос об авторских правах. У нас действует лицензия Creative Commons. Она означает, что все права, естественно, остаются за авторами, либо за индивидуальными авторами, либо за образовательными учреждениями. Это уже смотря, как вы с ними договариваетесь. Еще эта лицензия означает, что ваши онлайн-курсы смогут использовать другие преподаватели, естественно, указывая ваше авторство, естественно, не имея никакого доступа к внутренности вашего курса. Вот. И часто бывают случаи, когда людям не нужно делать открытые курсы. Вот те же самые репетиторы, про которых мы уже немного говорили. Предположим, у вас есть группа студентов, с которыми вы занимаетесь дополнительно или платно. И вы, естественно, не хотите, чтобы ваши материалы были доступны кому-то еще, и тем более бесплатно. В таком случае вы можете тоже прийти к нам и создать у нас закрытые курсы. Вот. И отличие закрытого от открытого материала в том, что за создание закрытых курсов мы берем подписку. У нас необходимо оформить подписку. По-моему, Анна говорила в чате немного о ценах. Вот. И ссылки тоже оставляла. Вот. Мы всегда рады обсудить с вами разные варианты, какие курсы вы готовы делать, и что вам нужно делать. Вот. Мы будем рады с вами по этому поводу поговорить. Вот. Я завершила вторую часть вебинара, и немножко сейчас расскажу о том, какие возможности в целом Степик предоставляет преподавателям. Более подробно я буду на своем следующем вебинаре про это рассказывать, но сейчас тоже немного коснусь. Вот. Для... Как бы рассматриваем курс в качестве такого процесса, что курс сначала создается, а потом используется где-то. Для создания курсов у нас есть видеостудия в Москве и в Санкт-Петербурге. Ими пользоваться можно платно или бесплатно. Бесплатно мы сотрудничаем с авторами массовых открытых онлайн-курсов, тех, с кем у нас есть договоренность по тематикам, либо с теми, кто у нас уже очень много курсов сделал, и их курсы популярны. Также у нас есть на степе конструктор уроков и курсов, который вам сразу поможет загрузить и видео, и тексты создать, и задания создать. Ну и мы всем преподавателям, и тем, кто с нами сотрудничает бесплатно, и с теми, кто сотрудничает платно, естественно, оказываем необходимую техническую поддержку и методическую помощь. Я чуть позже ссылку на наш справочный центр «Астепик» тоже покажу. Также для преподавания у нас есть разные типы заданий. Сейчас их больше 20 уже, и это либо автоматическая, либо ручная проверка. То есть автоматически мы проверяем все, что можно проверять автоматически. Тесты, пропуски, таблицы, формулы, математические задачи, тексты какие-то. Также у нас автоматически проверяются задания на программирование, задания на анализ данных, задания с Linux, и даже есть возможность развернуть такой виртуальный терминал, где тоже программировать. И в процессе преподавания еще мы даем возможность преподавателям общаться с учащимися, потому что социальная составляющая онлайн-курса – это очень важная часть. Общаться с учащимися можно через комментарии. У нас под каждым шагом есть специальный форум. И также учащимся можно писать письма. Мы не разглашаем электронные адреса наших пользователей, так как мы их тоже, их права защищаем. Но при этом по своему курсу вы можете размещать какие-то новости, которые вашим пользователям будут доступны. Также мы собираем большое количество данных по курсам и по всем учащимся, и нам кажется очень странным собирать их и никак не использовать в деятельности. Поэтому все данные, которые по вашим курсам, по вашим учащимся мы собираем, мы, естественно, вам их предоставляем. То есть мы показываем статистику по курсу в целом, по каждому заданию, сколько людей из заданий прошло, сколько выполнило правильно, какой процент правильных ответов. И также вот здесь представлены у меня на скриншоте примеры отчетов, которые можно выгрузить по итогам прохождения курса. И в массовых открытых онлайн-курсах мы выдаем сертификаты. Вот такой вопрос уже был. Вот сейчас можно посмотреть здесь пример сертификата. Вот, кстати, мой собственный сертификат, так как я на степик тоже курсы прохожу. Помимо обычных онлайн-курсов, где необходимо просто обучать, достаточно часто нужно еще экзамены и тестирования разные проходить. Для этого у нас тоже есть несколько возможностей. Мы даем возможность ставить какие-то ограничения, так как они нужны в экзаменах. Делать специальные экзамены, где, например, каждому человеку выделять определенный период времени. Например, экзамен доступен весь день, но у каждого есть только час на его прохождение. У нас можно ставить ограничения попыток, ограничение доступа к материалам. Вот, то есть выставлять самые разные настройки, необходимые вам для проведения экзамена. И еще с этого года мы интегрированы с системой ProctorEDU. Это система Proctoring. Она позволяет проверить, удостовериться в том, что действительно ваши учащиеся сидят перед экраном и проходят онлайн-курсы. Вот, еще одна такая важная возможность. Я знаю, что во многих учебных заведениях преподаватели должны делать онлайн-курсы только на одобренных платформах, на тех платформах, которые принято использовать в этом ВУЗе. Вот, если вам понравились возможности стейпик, но при этом как бы в вашем учебном заведении возможности использовать его напрямую нет, то можно все равно у нас делать курсы и задания и при этом встраивать их к себе на сайт или в любую другую платформу. Вот здесь у меня приведены два скриншота. Первый, тот, который слева, это пример, как в специализации по биоинформатике на Курсере используется стейпик. То есть там на стейпике создали сложные задачи по биоинформатике и затем интегрировали его в Курсер. Люди приходят на Курсер и учатся там на курсах, а когда им нужно эти задачи решать, они плавно попадают в стейпик, решают их и возвращаются вновь на Курсер вместе со своими оценками и заданиями. Вот, а справа, как выглядело написание тотального диктанта. Здесь даже люди на стейпик вообще не переходят, они просто в таком окошке видят стейпик на сайте. Если у вас есть собственный какие-то обучающий сайт, то вот точно так же можно стейпик встраивать. Вот, и вот Анна сейчас поделилась ссылкой про прокторинг информации. Еще, я думаю, она поделится докладом нашего разработчика, который занимается интеграцией с разными платформами и сайтами, вот, его выступлением и его презентацией, где можно посмотреть, как вот технически этот процесс осуществить. Вот, я закончила рассказывать о том, для чего люди создают онлайн-курсы, зачем, как они их используют. И у меня теперь вопрос ко всем, кто послушал мой доклад. Вот, прослушав разные варианты использования онлайн-курсов, вот теперь вы хотели бы попробовать сделать онлайн-курс? Вот, и если вы отвечаете «да», то напишите, пожалуйста, с какой целью. То есть, может быть, вы массово открытый онлайн-курс решили создать, может быть, вы заинтересовались программами ДПО, может быть, вы просто автоматизировать свою деятельность хотите, может быть, конкурс какой-то провести. Вот, я жду ваших сообщений в чате по поводу того, хотите ли вы создавать онлайн-курсы. Если, вот, если не готовы, то напишите еще в чат, а какие есть сложности. То есть, почему не готовы, нет необходимости, нет какой-то цели, либо еще кажется это сложно. Потому что вот я на следующем вебинаре буду рассказывать, как делать онлайн-курсы, поэтому я бы на ваш вопрос тоже могла ответить. Вот, отличная, по-моему, цель создания онлайн-курса для институционного обучения инвалидов. Вот, у нас таких курсов пока нет, хотя было несколько запросов на создание дополнительных субтитров. Вот, если вы сделаете такой курс, мы готовы вам в этом помогать и с продвижением тоже. Интеграцию с Moodle, да, вот как раз можно посмотреть выступление или бы нам написать «Мы поможем». Вот, да, я вот именно поэтому я всегда на своих вебинарах рассказываю, что мы можем интегрироваться с разными платформами, в том числе с Moodle, так как мы знаем, что вот только Moodle в некоторых вузах распространен. Наталья Анатольевна, вы сами не заинтересованы или вам кажется, что другие преподаватели не заинтересованы? В помощь студентам, отлично. Для заочной формы обучения тоже можно использовать онлайн-курсы, когда вы материал заранее размещаете, и они у вас его проходят. Вот, по поводу преимуществ предмудла, я думаю, вам нужно прийти вот на следующий вебинар, где мы поговорим о том, как делать курс на степик, и тогда вы посмотрите, если у вас уже есть опыт создания курса в Moodle, вы посмотрите, как бы, что из себя представляет степик, и как на степик вообще делать курс. То есть степик, еще раз скажу, вам не нужно ничего дополнительно устанавливать, вам не нужно никуда дополнительно интегрироваться. То есть вы просто заходите на сайт, создаете у нас курс, дополняете его материалами. Да, спасибо за комментарий. Вообще, да, я согласна с этим, и именно поэтому я сейчас вначале немножко говорила о том, зачем отдельным людям делать онлайн-курсы. Потому что, конечно, было бы хорошо, если бы все онлайн-курсы, которые создавались преподавателями, они бы потом воспринимались вузом, и вуз бы учитывал их создание, и вуз бы предоставлял какие-то средства на создание курса, и разрешал засчитывать оценки, полученные в онлайн-курсах, в очном обучении. К сожалению, это происходит не всегда и не везде, но при этом, мне кажется, что, как бы, не стоит совсем сбрасывать со счетов онлайн-курсы, раз нет поддержки в вузе, потому что онлайн-курс всегда может помочь отдельному преподавателю, и автоматизировать свою деятельность, и разместить где-то материалы, и, возможно, зарабатывать, если вы еще параллельно репетиторством, например, занимаетесь. На степи курса создавать легко. Продвигать курс... Вот, конечно, как бы сам процесс продвижения курса, он лучше всего продвигает курсы те люди, которые создали сами курс, и которые, как бы, понимают, а кто у вас основная целевая аудитория. В онлайн-курсе самое главное определиться с тем, во-первых, какая цель для вас создания онлайн-курса, вот мы о ней уже поговорили, и, во-вторых, кто ваша целевая аудитория, для кого вы делаете онлайн-курс и какие преимущества он получает. Вот. Когда мы видим популярные онлайн-курсы, то есть если вы создали онлайн-курс с интересной темой, и мы понимаем, что наша аудитория – это тоже интересно, то мы ваш онлайн-курс тоже будем продвигать. Вот. Мы делаем периодические рассылки по нашей аудитории, рассказываем мы им о хороших онлайн-курсах. У нас есть рубрика «Новые курсы в каталоге». Ну, естественно, чем популярнее ваш курс становится, тем он выше поднимается в нашем каталоге, и другие пользователи его тоже замечают и приходят на него учиться. Вот вижу в части возможности сокращения. Да, это интересный вопрос, потому что в некоторых вузах, где уже применяют онлайн-курсы, активно в обучении, сами вузы, они говорят о том, что происходит при распределении учебной нагрузки. Но этот вопрос, да, это уже вопрос к руководству вузов. Мне кажется, что для самого преподавателя преимущество онлайн-обучения тоже есть. И даже если вы не сделаете онлайн-курс, в котором вы будете оценки переносить в очное обучение, тогда не будет сокращения какой-то нагрузки, но при этом вы максимально полно используете все возможности онлайн-курсов. Установка степика вообще не осуществляется. То есть, вот я думаю, что сейчас все, кто заинтересовался степиком, они могут после вебинара проверить. Вам достаточно зайти на сайт stepik.org, зарегистрироваться, и там вам будет доступна кнопка «Создать курс». Вы нажимаете эту кнопку, указываете опции, что курс ваш будет доступен всем, только вам, либо вы хотите подписку оформить. Нажимаете «Доступен только вам», и у вас появляется пустая структура курса, в которую можно создавать уроки, а в них уже добавлять отдельный материал. И запоминая свой логин и пароль, вы можете к этому онлайн-курсу иметь доступ потом и с другого компьютера, и с другой стороны, и с другого города, и даже с телефона. То есть ничего устанавливать не надо, это просто сайт в интернете, на котором размещен конструктор онлайн-курсов и уроков. Вот мы как-то уже активно к вопросам перешли, у меня еще осталось пара слайдов. Во-первых, полезные ссылки всем, кто заинтересовался. Это сайт нашего проекта, stepic.org, вот это справочный центр, support, stepic.org, где размещены наши статьи о том, как пользоваться сайтом, как создавать курсы. Вот здесь упоминали курс для преподавателей. Курс для преподавателей. Мы вот о курсах называем, о том, как делать курсы. Можно зайти и посмотреть. И наши соцсети, добавляйтесь, мы там разные новости рассказываем, в том числе про онлайн-курс. Вот, еще по поводу, немножко добавлю мотивации за интересовательность вузов. Возможно, вы слышали о проекте «Современная цифровая образовательная среда», в который сейчас многие вузы хотят попасть. Вот мы тоже с этим проектом будем интегрированы, и тогда будет возможность создавать курсы на stepic и попадать в единое окно, в единый реестр онлайн-курсов, которые затем уже вузов использовать. Вот, я несколько раз говорила о мастер-классе по созданию онлайн-курсов на платформе stepic, так как сейчас я только образно рассказала вообще о том, что платформа stepic себя представляет. Я вижу, что много вопросов, а как же конкретно вот здесь были идеи о том, что нужно что-то устанавливать. Вот, 30 ноября тоже в рамках Директа Академии я расскажу о том, как создавать онлайн-курсы на платформе stepic, приведу, покажу скриншота. Мы с вами зайдем и попробуем сам stepic, посмотрим, как он выглядит. Вот, если хочется узнать пораньше, то вот 21 ноября Анна, как раз которая вот сейчас в чате активно вам помогает, она тоже будет проводить мастер-класс и будет разбирать все вопросы от преподавателя. Я думаю, она поделится своим, поделится ссылкой на свой вебинар. Вот, если вы хотите пораньше узнать, можно туда заходить и пользоваться. Вот, ну и моя почта, здесь указаны и мои контакты. Вот, если у вас, запишите ее, если у вас будут какие-то вопросы по созданию курсов, может быть, массово открытые онлайн-курсы вы захотите у нас создать, может быть, вы уже сделали курс или сделаете курс, вам понадобится моя консультация. Вот, пишите, я буду рада с вами поработать. Вот, я уложилась в отведенное мне время. Я думаю, что если у вас еще есть какие-то вопросы, я еще могу на них немного поотвечать. Я вот так поняла в целом по чату, что, наверное, обучение вас интересует, но есть очень много факторов, которые до сих пор ограничивают. Признание вузов, вот, мотивация, может быть, монетизация какая-то. Вот, если у вас есть идеи создания онлайн-курсов, вы нам пишите, мы рассмотрим вашу проблему, вашу ситуацию, может быть, что-то посоветуем, потому что курсов у нас сейчас много, преподавателей у нас тоже много. И, как бы, у нас уже накоплен опыт, как разбираться с курсами, как помогать преподавателям. Поэтому мы этим опытом с вами готовы активно делиться. Константин Владимирович, вот у вас здесь вы репетитор, но не можете создать один большой курс. А почему? Если нужно создать много маленьких, можно приходить и создавать много маленьких. Вот, я тоже на следующем вебинаре буду рассказывать, что, из чего у нас состоит онлайн-курс. Как бы онлайн-курс состоит из маленьких онлайн-уроков. Если вам не нужен большой полноценный курс, вам нужно всего лишь, там, несколько заданий проверить, либо дать одно видео, текстом и несколько заданий. То вы можете делать у нас не курсы, а просто уроки. А потом, когда вам понадобится, вся информация из разных уроков, вы их просто в один курс соедините. Ну, в принципе, каждый курс не обязательно должен быть очень большим. Может быть, в курсе всего лишь несколько уроков. Вот. Вы заходите, попробуйте. Спасибо вам большое за то, что пришли в понедельник, послушали меня. И я все же рада, что увидела здесь в чате желание попробовать. Автоматизированные задачи вы можете и в уроке, и в курсе составлять. То есть, как бы, курс состоит из нескольких маленьких уроков. Вот отдельные уроки тоже можно использовать абсолютно по своему назначению. Те же самые задания, те же самые видео выгружать. Вот. Закончу мысль о том, что я очень рада, что все же увидела в чате, что есть у людей желание попробовать делать онлайн-курсы. И я надеюсь, что вот мы, как образовательная платформа, которая даем возможность людям делать онлайн-курсы, и не только даем просто делать онлайн-курсы, мы еще и помогаем им. То есть, техническую поддержку оказываем, всегда помогаем, и никогда не отказываемся обсудить с вами курс и ваши какие-то проекты, и дополнительное образование, и платные проекты обязательно помогаем, и монетизировать помогаем. Вот я надеюсь, что мы, как платформа, и вы, как сообщество активных педагогов, я уверена, что вы здесь все активные, так как вы пришли меня слушать. Вот я надеюсь, что у нас с вами получится онлайн-обучение развивать дальше и, наконец, справиться со всеми трудностями внешними, которые, к сожалению, окружающая среда на нас иногда накладывает. Спасибо всем большое, Павел Юрьевич, я думаю, что предоставляю заключительное слово вам. Наталья, огромное спасибо, да, и Анне тоже большое спасибо за активную работу в чате. Сегодня было горячо в чате, было много вопросов, ну и активность, то, что сегодня было, по сути дела, двое ведущих, конечно, это отличный формат и позволил, наверное, ответить на большее количество вопросов. Я думаю, что это, конечно, не все вопросы, которые можно задать платформе Stepik, и не зря мы запланировали целых три вебинара. Я думаю, что еще будет повод и способ задать вопрос Наталье. Я думаю, что Наталья и Анна все еще в чате, и они могут продолжать отвечать на вопросы, если они еще будут. Я тоже некоторое время остаюсь. Хочу поблагодарить всех пришедших, особо поблагодарить Анну Мосягину и, конечно, Наталью Феофанову. Ну и ждем вас на следующем вебинаре Stepik 30-го числа, 30-го ноября. Спасибо всем. Я думаю, это был очень полезный вебинар, и главное, он будет полезен для вас, если вы начнете работать на платформе Stepik. Всем спасибо. До наших новых вебинаров. Ждем вас. Продолжение следует...